Я думаю, вы согласитесь, что играть в игры не на фулл фпс это достаточно противное зрелище. Ну и тем более, если речь идёт о каких-нибудь киберспортивных играх по типу CS2. Там фпс решает вообще далеко не последнюю роль. Ну, в геймплейном плане. Вообще, если смотреть по индикатору паршивости, то низкий фпс располагается где-то... Мммм... Здесь. Где минимум паршивость это случайно удалить ярлык с рабочего стола, а максимум это играть в геншин. Ладно, так или иначе, сейчас я бы хотел вам посоветовать реально полезные способы повышения фпсика. И советовать притереть накопившуюся тонну пыли системника или скачать всякие клиннеры, говниверы я само собой не буду. Подразумевается, что вы уже это сделали. Ладно, шучу. Сегодня вы узнаете о том, как работает масштабирование и генерация кадров. О программе Lostless Scaling, которая объединяет два инструмента вместе. И вообще, разберётесь, какой сетап настроек наиболее подойдёт именно под ваш комп. Начнём с масштабирования. Масштабирование кадра это увеличение его разрешения с помощью разных алгоритмов. То есть вы, например, запускаете игру в маленьком разрешении, чтобы снизить нагрузку на видеокарту. А алгоритм масштабирования сам доводит картинку до высокого разрешения. Не тратя при этом ресурсы вашего компа. Ну или почти. Таким образом появляется своеобразный прирост фпс. К чему это я? В 2019 году Nvidia выпускает свой алгоритм DLSS 1. И далее с годами я улучшал её, и сейчас мы имеем уже DLSS 3.5. И между версией 1 и 3.5 изменений достаточно много. Однако вот эта суть, она одна. DLSS это инструмент, который масштабирует изображение, используя при этом нейросеть. То есть, суперкомпьютер Nvidia тренирует нейросеть долгое время и под конкретную игру. А затем игрок, включая вот этот DLSS в настройках игры, подключает эту нейросеть себе. Но нейросеть вообще как работает? Она восстанавливает высокое разрешение из изображений низкого качества, опираясь при этом на предыдущих кадрах, чтобы исходный кадр был четким. И что самое интересное, это реально работает. Картинка практически остается той же, а фпс увеличивается вплоть до трех раз. Однако, пока вы не полетели качать DLSS на ваш калькулятор, мне стоит вас огорчить. Во-первых, как я уже сказал, DLSS тренирует нейросеть под конкретные игры. А значит, далеко не все игры поддерживают эту технологию. А во-вторых, нейросеть DLSS работает только на тензорных ядрах GeForce RTX. Следовательно, игрокам с видеокартами не RTX использовать DLSS нельзя. То есть, по факту, буст фпс получают ребята, у которых с фпс проблем и так нет. Хе, обидно. Другое дело, Nvidia Image Scaling, или низ, который, как и DLSS, вышел в 2019 году. Низ, как и DLSS, растягивает кадр низкого разрешения до высокого, без использования ресурсов вашей видеокарты. Но, в отличие от DLSS, Image Scaling не использует нейросеть. Следовательно, так как обучать под конкретную игру никого не надо, то работает технология во всех играх. Ядра RTX тоже не нужны. Подойдет любая видеокарта Nvidia, начиная с GTX 900. Но, в то же время, низ, в отличие от DLSS, работает только с одним кадром, настоящим. Поэтому он рисовывает их сам при помощи интерполяции с фильтром LandSosha. Ну, это когда исходный пиксель копируется на несколько пикселей вокруг себя. Поэтому, картинка игры теряет текстурные и геометрические детали, и начинает немного плыть. Короче, прирост фпс есть, но картинку начинает плавить. Притом, ну, в буквальном смысле. И проблему с откровенным мылом смогли решить в AMD. Да, бой Nvidia с AMD продолжается. Ура. AMD FidelityFX Super Resolution, или FSR. Да, в названии, конечно, понтов больше, чем технологий. FSR работает один в один так же, как и Nvidia Image Scaling. Но у AMD есть встроенный фильтр резкости. Благодаря чему вот эти мыльные края уходят, и картинка становится более... Мммм... Резкой? Ну, логично. Однако, если сравнивать по приросту фпс, ну, мы же ради него тут собрались, то FSR немного проигрывает брату из Nvidia. Поэтому тут пусть решает каждый, как ему будет комфортнее. Ну, а вообще, для конкретной игры пресет может быть свой. То есть, для одной игры, например, больше подойдет FSR, а для другой – Nvidia. Поэтому остается только один самый главный вопрос. Как вообще все это удобно активировать и организовать? В Steam есть замечательная программка, которая называется Lossless Scaling. Которая совмещает в себе кучу разных апскейлеров и пресетов. Стоит она порядка трех с половиной долларов, однако, я думаю, у большинства всплыл сейчас в голове логотип одной знаменитой программки. Мы видим здесь три пункта. Режим масштабирования, тип масштабирования и генерация кадров. Нас интересуют последние два. Про генерацию кадров я расскажу позже. А вот тип масштабирования – это то, о чем я вам только что рассказывал. Здесь можно выбрать Nvidia Image Scaling. Или FSR. Или еще, как вы видите, кучу других апскейлеров. Давайте выберем FSR. И если прищуриться, то можно увидеть ползунок резкости. Как раз то, о чем я вам и говорил. Вы можете определить комфортное для себя значение во время игры, но я обычно ставлю на 10 и не парюсь. Запускаем какую-нибудь игру. Например, я запущу одну из моих любимых игр – Rode 96. По умолчанию у меня стоят максимальные настройки графики в Full HD. Я зафиксировал камеру в определенном положении, и давайте прочекаем FPS. Короче, ну, около 80. Окей. Теперь я захожу в настройки, и в первую очередь ставлю оконный режим, потому что Lost Less Scaling работает только в оконном режиме. Запомните, а то подумайте, что программа не рабочая, обидитесь и удалите. Дальше мы выставляем разрешение поменьше, например, 1366 на 768. После чего переходим в Lost Less Scaling и нажимаем масштабирование. Начинается отсчет в виде 5 секунд, во время которого мы должны перейти в нашу игру. Наша программа начала работу, окно растянулось, и вместо былых 80 FPS мы видим все 100. Притом, картинка плюс-минус осталась той же. Да, видно, что она поплыла в некоторых частях, например, это хорошо видно сверху, на индикаторах и тексте, но все равно не критично, играть более чем можно. В этом кадре в оригинале 83-84 FPS, а в режиме FSR 127 FPS. Ну, впрочем, как и у Nvidia Image Scaling, хотя у Nvidia картинка мне показалась куда более мыльной, поэтому в данной ситуации предпочтение отдаю все-таки AMD. Давайте то же самое посмотрим в игре Metro Last Light. На высоких настройках у меня показывает всего лишь 30 FPS, это вообще не дело. Переходим в настройки и ставим разрешение 1366 на 768. Напоминаю, что все это делается только в оконном режиме. Не в оконном режиме программа просто не работает. После применения окно игры уменьшилось под заданный размер, и мы активируем Lossless Scaling. И в той же локации получаем 50-60 FPS. При этом картинка реально почти не поменялась. Все, что я заметил, это что изображение стало более резким. В остальном разницы реально нет. Я еще поэкспериментировал и поставил 1280 на 720. И после этого получил все 70 FPS. Да, я уже вижу довольную хмылочку на твоем личике. Однако спеши ее стереть, потому что везде есть свои небольшие но. Мы залетаем в игру PUBG. И нет, вы сейчас не попали в прошлое. Это реально PUBG. Короче, в оригинале на высоком пресете игра показывает 50 с бантиком FPS. Но стоит мне подрубить нашу чудо программку, как тут же мы получаем прирост в целых 0 FPS. Да, вы все правильно поняли, не поменялось ничего. А теперь, если мы свернем игру и откроем диспетчер задач, то увидим ослепительный 100% в разделе CP. Чтоб вы понимали, у меня видеокарта GTX 1650 Super, которую еще можно назвать подходящей под современные игры. А процессор Ryzen 3 1200. Кусок гов... В общем, да, вы все правильно поняли. В данном случае легендарная игра про королевские битвы упирается в процессор. Идет прямиком в корзину. И если у вас нормальная ведюха, а именно процессор, бездарный камушек, как у меня, то никакие FSR, NVIDIA SCALING и DRRE не помогут. То же относится и к оперативной памяти. Если упор идет в оперативу, то все. ББ. Короче, поняли. Перед использованием обязательно проверьте, что именно у вас страдает во время игры. Но чаще всего проблема именно в видеокарте. Поэтому, ну, я думаю, все окей. Тем более, ну вот, может быть, как у меня, то, что в одной игре, например, ну, прирост FPS есть, а в другой его нет. Кроме FSR и NVIDIA SCALING, я бы хотел отметить еще два интересных апскейлера. Представим, что вам нужно масштабировать пиксельную игру. И да, для примера я взял Аморию, ну, потому что это единственная пиксельная игра, которая у меня была. Так вот, если мы будем использовать любой из апскейлеров, то по итогу картинка жесточайше поплывет. Это не дело. Для пиксельных игр было создано целочисленное масштабирование, после использования которого сохраняется вот эта пиксельная графика. Притом, насколько я понимаю, вы можете увеличить хоть в пять раз, и картинка все равно останется близкой к оригиналу. Однако, прироста по FPS-у такое масштабирование не дает. Учитывайте. Ну и второе, это скорее для анимешников. Ведь, как говорится, глупый человек смотрит Атаку Титанов, а умный не смотрит аниме вообще. Ладно, если вам не повезло, и вы уже анимешник, то апскейлер аниме 4К сделан для вас. Он позволяет аниме или мультфильмы с низким разрешением растягивать на большее разрешение вплоть до 4К. При этом, если я правильно понял, оно не просто растягивает картинку, но и улучшает ее саму по себе. Короче, в натуре может быть полезная вещь. Ну а теперь потихонечку перемещаемся от апскейлинга к генерации кадров. Их разработали уже лично создатели Lostless Scaling, и на выбор доступны две версии. Однако, я советую использовать самую новую и не париться. Здесь можно поставить режим увеличения кадров в 2 раза и 3. И да, вы все правильно поняли. В теории, ваши 20 кадров в секунду можно превратить в 60. На изичах. И на самом деле, это реально поражает. Для примера, давайте посмотрим, как оно выглядит в Майнкрафте. В первую очередь, так же, как и при масштабировании, мы должны перейти в оконный режим. После этого, мы должны усвоить, что генерация кадров работает только, если вы сами ограничите свой фпс. И вот чем я люблю Майнкрафт, это что тут можно самому выставить четкие рамки фпс. Далеко не во всех играх так можно. Так вот, если вы хотите использовать генерацию 2х и добиться 60 фпс, то ставьте ограничение на 30. Тогда все будет работать четко. Если вы хотите добиться 120 фпс, то ставьте 60. И так далее. Я поставлю 30, так как на своем дешманском 60 герцном Монике я эти 120 даже не увижу. Ну и да, если у вас в обычном состоянии всего 30-35 кадров в секунду, то вы все равно ставьте ограничение 30. Если у вас всего 20-25 кадров в секунду, то ставьте 20. Короче, не важно. Самое главное, чтобы фпс был зафиксированным и не скакал туда-сюда. Ну и все, вырубаем масштабирование. Хотя, на самом деле, если вам нужно, то можно и с ним. Просто, ну, когда включено и масштабирование, и генерация кадров, то... Ну, глазкам немножко больно. Ставим генерацию кадров и убираем 2х, после чего запускаем. И вуаля, 60 фпс в ваших руках. Картинка стала плавной, но я думаю, вы уже заметили, как она буквально плывет. Выглядит немного мерзко, но поверьте, это все пустяки, если у вас реально был низкий фпс, а стал высоким. Точно так же мы можем ограничить кадры до 20, и поставить генерацию кадров 3х. И в таком случае глаза можно смело вырывать. Однако, вы прикиньте, наша программа из 20 фпс сделала 60. Это мистика. Чекайте до... и после. Ну, и еще минус, который можно отметить, это что при генерации кадров возникает задержка где-то... ммм... треть секунды, вот около того. Не критично, но в киберспортивные игры не поиграешь. Это важно учитывать. А... Ну и как в случае с масштабированием, генерация кадров не поможет, если у вас проблема в процессоре или в оперативной памяти. Тоже не забывайте. Но в остальном, что масштабирование, что генерация кадров, вещь невероятно удобная. Как и в целом программа Lossless Scaling. Мне кажется, если научиться пользоваться программой, то можно капец как сильно облегчить себе жизнь. И надеюсь, я вам с этим помог. Ну и напоследок, не все игры могут, как Майнкрафт, ограничить кадры в секунду. Поэтому, если вам нужно ограничить вообще любую игру, то используйте программу RivaTuner. Вот тут выставляете нужный фпс, и при запуске игры у вас само все применяется. Удобно. Ну на этом все. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok